Алтайский край становится все притягательнее для туристов со всей России. Его уже называют вторым в Сочи. Он быстро движется в этом направлении. Федеральная задача превратить регион в главный оздоровительный курорт страны. Для губернатора Виктора Томенко важно, чтобы развитие туризма способствовало качеству жизни населения. Только в прошлом году туризм принес в бюджет региона 2 миллиарда рублей. На эти средства можно, к примеру, построить две новых школы или пять мостов. Очередные инвестиции придут в регион после подписания соглашения с тюменской компанией Сибентел Холдинг. В Белокурихе они построят отель с превентивной медициной, минеральным бассейном, СПА-процедурами. Объем инвестиций, по крайней мере, пока. Так, предварительно, мы оцениваем порядка 2 миллиардов рублей. За Уралом Белокуриха это единственный город-курорт федерального значения. Сегодня количество отдыхающих у нас уже перевалило за 300 тысяч ежегодно, которые его посещают. Мы будем двигаться в реализации этих проектов. Очень рады, что наши партнеры, инвесторы проявили такой интерес. Настало время, когда мы свои компетенции 33 года в бизнесе сможем реализовать в таком намоленном месте, месте силы, Алтайский край, где очень сильная команда, где очень серьезная, продуманная инфраструктура для инвесторов и где есть уже возможности возведения объектов класса 5 звезд. В новый отель наш регион не вкладывает деньги, но часть прибыли от него пойдет в бюджет края. Да и новыми рабочими местами люди будут обеспечены. Еще один важный проект, необходимый нашим жителям – Чуйский тракт. В его развитии будут участвовать сразу три региона. Алтайский край, Республика Алтай и Новосибирская область. Дорогу, которая входит в десятку самых красивых по версии National Geographic, необходимо расширять. Нам нужно расширение. У нас выходные, когда к нам приезжают гости из Алтайского края, из Новосибирской области, из других регионов, у нас трафик с четверга по пять тысяч. На территории нашего края 12 километров дороги уже расширено до четырех полос. К 35-му году планируется расширение на всей протяженности трассы в регионе. Но, по словам Виктора Томенко, хочется это сделать быстрее. Сегодня трафик достаточно серьезный. Примерно 20 тысяч машин в сутки проходит. А там, где ближе к нашим большим городам, объектам экономики, до 50 тысяч в сутки машин. То есть нагрузка очень большая. И для экономики, и для социальной сферы сегодня людей, живущих в наших регионах, это будет очень важно. Ну, а для туристского маршрута тем более. Полностью обновленной дорогой жители региона смогут пользоваться долгие годы. Должны исчезнуть пробки и сократиться число аварий. Туризм, по мнению многих экспертов, настоящая неиссякаемая чаша региона. Новые инвестиционные проекты будут пополнять бюджет и улучшать жизнь людей. Татьяна Голубева, День Столка.